Час дня на Дону Большой информационный час Валерия Богданова Большой информационный час Наболевшие, как говорится, вопросы И сразу же К обоим вопросам. Как сейчас обстоит дело? Что изменилось с того времени? Игорь, давайте с вас начнем Что касается Агентства, которого я представляю В принципе Ограничения по заемным средствам У нас никогда не было Вне зависимости от кризиса Поскольку агентство наше Некоммерческое. Мы работаем на Деньгах федерального и областного бюджетов И денежные средства В этой связи были доступны всегда Другой вопрос, что по статусу Мы являемся организацией, которая Ограничена параметрами Займов. В частности, максимальный Размер займа Сейчас 3 миллиона И максимальный срок, на который мы можем Вдавать займ до 3 лет Чуть ранее это было еще меньше То есть максимальный размер займа Был миллион и максимальный срок займа Был год. В этой связи, безусловно Предпринимательство испытывает Определенные потребности В увеличении сроков Но пока на настоящий момент Законодательно это так Чисто справочно могу добавить, что Начиная с 2009 года Когда мы занимаемся Именно микрофинансированием Займов нами выдано на сумму 3,6 миллиардов рублей Поэтому в принципе Ограничений именно каких-либо Связанных с В целом санкциями Внешнеполитических, внутренних стратегий У нас никогда не было Валерия, что вы скажете? Ну, я хотела сказать, что ВТБ-24 Никогда не прекращал кредитование И для наших клиентов Текущих, действующих И для новых клиентов с рынка Вот такого кредитного голода В нашем банке не было Мы с момента 2014 года Ну, да, был момент поднятия ставок Потому что эффективная ставка увеличилась Но на текущий момент И в целом за два года Не прекращалось кредитование Не сокращались сроки кредитования Не ограничивалось доступ К отсрочке платежа Вот в нашем банке этого не было На текущий момент Вы можете получить кредит До 10 лет на инвестиционные цели Ну, мало кто на рынке Вообще предоставляет такие кредиты И, ну, если говорить Про процентную ставку Ну, по сути, сейчас она Даже, можно сказать, ниже Чем была до 2014 года Вот минимальная ставка 10,9% Ну, понятно, что это Ставка устанавливается В зависимости от суммы кредита От сроков кредитования Ну, и могу сказать Что мы, в принципе, можем Даже индивидуальную ставку предложить Даже ниже Но это тоже в отдельных случаях Которые обсуждаются с клиентом Например Если клиент комплексно заходит В банк ВТБ-24 Он переводит обороты Зарплатный проект Если это торговая компания Которая там владеет Либо снимает в аренду магазины Это эквайлинг Это премиальное обслуживание Привилегированное владельцев бизнеса То есть, если он комплексно заходит в банк Мы можем установить ему Индивидуальную процентную ставку Все для предпринимателя Идите в бизнес В целом, как бы, да Просто мало кто об этом знает И мало из банков Кто может предложить индивидуальные условия У нас это на потоке Банку ВТБ-24 Нужны клиенты Поэтому весь департамент В принципе Весь банк нацелен на то Чтобы привлечь клиентов На обслуживание ВТБ-24 Несмотря на такие условия банков Сегодня в Ростовской области Возвратные меры поддержки Признаны наиболее важными Это госгарантии Микрозаймы Насколько они эффективны, Игорь? Безусловно, эффективны В основном, конечно У нас немножко, наверное, Разная специфика С банками деятельности Ну, во-первых, просто потому что По определению мы Организация некоммерческая Потому что Денежные средства То есть, как бы Ресурсы нам фактически Достаются бесплатно И в этой связи Мы, например, можем себе позволить Предлагать ставку Для приоритетных направлений Предпринимательства 7% годовых Но мы не ведем Никакую операционную деятельность То есть, соответственно При принятии решения Выдачи займа Денежные средства Перечисляются на Расчетный счет предпринимателя Который открыт у него в банке Соответственно, каких-то Других комиссионных доходов У нас, безусловно, нет Именно поэтому С учетом того, что Деятельность у нас Некоммерческая Ну, то есть И, безусловно, она Планово-убыточной Тоже не должна быть Должна быть разумная Рентабельность, да В этой связи Определен Именно порядок того, что Ресурсы платные Предоставляются Да, предпринимателям Опять же С учетом того, что Мы законодательно ограничены И по объему Разового займа И по сроку Разового займа Здесь, конечно, опять же Мы с банками не можем Конкурировать Потому что Ну, вот как Сказала Валерия Да, там до 10 лет Они могут предоставить Это, по сути, даже Инвестиционный проект Можно, наверное, да Оценивать У нас таких предложений нет То, что Нашим приоритетом Является И, наверное, Каким-то конкурентным Преимуществом Это гораздо проще Отношение к документам К анализу финансово-хозяйственной Деятельности предпринимателя К залоговому обеспечению Потому что мы там Готовы рассматривать Автомобили Десятилетней давности И так далее То есть, ну, я не знаю Банки, наверное Может быть Ну, либо Достаточно ликвидным Не посчитают Да, на автотранспорт И так далее Поэтому Вот Вот у нас Такие предложения А для резидентов Гукова Да, пока Гукова Только 7% Так же ставка является Да, конечно То есть, я сказал О приоритетных направлениях Деятельности То есть, поскольку Мы являемся Проводниками Государственной политики Поддержки предпринимательства То, естественно Опираемся именно На те приоритеты Которые устанавливаются Да, то есть Это и на уровне Власти в целом Да, на уровне Руководителя регионов Обозначено, что Приоритетными направлениями Деятельности являются Сельхозпроизводители И производители Включая Есть такая Марка добровольной Сертификации Сделана на Дану И есть Производители Которые относятся К территории Социально-экономического Переезжающего развития В нашем случае В случае нашей области Это город Гуково Моногород Вот, соответственно Для этих категорий То есть, производители Включая сельхозпроизводителей И Резидентов города Гуково Ставка 7% годовых То есть, не от 7 Именно 7% годовых Скоро еще Присоединится Зверево Донецк Клиентов Будет Да много Валерия, какие у вас Приоритетные направления Бизнеса? Сказать, чтобы Кого-то выделяли Такого нет Есть там Ограничения По виду деятельности Мы не кредитуем Игорный бизнес Мы не кредитуем Микрофинансовые организации А в целом Со всеми организациями Со всем видом Предпринимательской активности Мы сотрудничаем Главное, чтобы Этот бизнес Если он действующий Приносил доход Были Учредители Которые понимают И вникают В этот бизнес И готовы Нести ответственность За взятые на себя Обязательства По кредитованию И в целом Мы по вот этим критериям Оцениваем компанию Если клиент знает Что он хочет Если у него Есть достаточно Какая-то определенная Стратегия развития И он идет К этой цели И он в целом Имеет Положительную Кредитную историю Потому что Это вообще Немаловажно Если клиент кредитуется И у него Допускались просрочки В прошлом Как бы это говорит о том Что В целом Клиент не умеет Вести бизнес Если он не смог Построить Настолько График своих платежей Что допускает просрочки Поэтому нам важна Кредитная история И Важны В целом Учредители Их Профессионализм Как владельцы Бизнеса Это единственный Критерий А как быть с тем Что вот сейчас Везде кричат все банки Что мы не смотрим На вашу кредитную историю Нет Ну как не смотрим Мы смотрим На кредитную историю Я не слышал Какие банки так кричат Какие банки так кричат Возможно Те, у которых нет Клиентов Те кричат Да До пяти дней Считается Техническая Но она как Не то чтобы Она считается Непросрочка Но Это И Не могу сказать Что это допустимая Просрочка Лучше Не допускать Этих просрочек Но если кто-то Там один-два дня Просрочил платеж Как бы В принципе Банки работают С такими клиентами Да Если это По объективным причинам Просрочка Она единственная За всю Там историю Критования В целом Нужно Нужно рассматривать В принципе Причины Возникновения Просрочек Бывают Бывают Причины Объективного Характера И клиент По сути Там Ну Скажем Может Это Объяснить Мы с этим Работаем Мы Конечно Не отсеиваем Клиента Если Он Один день Один раз В сто лет Сделал просрочку Мы Там Нет Такого Нет В любом Случа Индивидуальный Подход Клиентам Мы Подходим Индивидуально Клиенту Если Говорить О стартап Проектах На каких Условиях Они Кредитуются И по какой Причине Чаще всего Приходится Отказывать Валерия В банке Запущена Программа Стартап Стартап Проекта Буквально Недавно Банк Как бы Начинает С такими Предпринимателями Работать Вот На текущий Момент Клиент Может Взять Купить Франшизу Если Компания Франчайзинг Предоставляет В банк Бизнес Проект С графиком Финансирования Банк Понимает Когда Клиент Выйдет На безубыточность Тогда Мы работаем С этими Компаниями Но В любом Случа У клиента У которого Никогда Не было Бизнеса Который Только Начинает 40% Должны Собственных Средств Для того Чтобы начать Этот бизнес И Банк Я уже Говорила Начинает Работать С этими Компаниями И Залог Недвижимость Пока Мы пробуем Мы пробуем И Сейчас На сети Вот эта акция Распространена Сейчас будем смотреть Насколько Она рабочая Насколько Какой уровень Дефолтности По этим Компаниям Просрочек Тогда будем Дальше Дальше Набирать Обороты Уже Есть заявки Какие-то По сети Есть Игорь На каком основании Вы отказываете У нас Собственно говоря Наверное Беспрецедентное Предложение Не отказывайте Нет Сейчас я к этому Подойду Предложение Для начинающих Предпринимателей Оно Сводится К тому Что Предприниматель К начинающим Мы относим Предпринимателей С даты Регистрации Которых Не прошло 12 месяцев По сути Чаще всего Это действительно Анализировать С нашей стороны Нечего Потому что Нет Либо деятельность Пока Либо убыточная Либо нулевая Либо там На уровне Рентабельности Да Поэтому По большому счету Мы анализируем Бизнес-план В качестве Бонуса В нашем случае Это единственный Наш продукт Который не требует Залогового обеспечения Только поручительства Третьих лиц Потому что Ну Начинающий Предприниматель Мы же работаем С областью Потому что Часто Начинающий Предприниматель Ну например Маленькая Парикмахерская Где-нибудь В одном Будем так назвать Удаленном районе То есть Там даже Не собственно Автотранспорта Не может быть Ну то есть Буквально Предложить в залог Нет Нечего Поэтому Отсюда Именно Обеспечением По займу Будет поручительство Третьих лиц А Значит Максимальная сумма Займа При этом 700 тысяч То есть Достаточно Существенно Если это Говорить Конечно О маленьком Начале бизнеса Ну да Достаточно Да Ну как я сказал Мы соответственно Смотрим И анализируем Бизнес план И собственно По большому счету Весь акцент На этом сосредоточен То есть нужно понимать Что предприниматель Ну во первых Просчитывает То есть понимает Ту конкурентную среду В которую он входит Он просчитывает Свой бизнес Даже если это Очень маленький бизнес Тем не менее Он понимает Те расходы Которые он понесет Он понимает Куда он потратит Заемные средства И мы понимаем Из чего он будет Как бы Источники погашения Обеспечивать Этих заемных средств Вот в этом случае Мы можем Да Выйти на Предоставление займа Не понимая этого То есть Ну мы же прекрасно понимаем Что в нашей информационной среде Там бизнес план Скачать с интернета Ну в общем-то Да Это 5 минут Но при этом Если для нас очевидно А бизнес планов Мы смотрели Пересмотрели Уже очень много Если для нас очевидно Что Вот это просто Шаблон И предприниматель Не понимает Своего будущего бизнеса Как таково А просто Ну вот надеется Что все будет хорошо Такие тоже есть В этом случае Мы можем отказать Другой вопрос На что я хочу Обратить особое внимание Что наше агентство Кроме микрофинансовой деятельности Оказывает достаточно Существенную поддержку Обычайшую И информационную И образовательную И в этой связи Тут наш блок Который занимается Именно Таким видом Консультаций Он может Помочь составить бизнес-план То есть Проанализировав Да просто Условно говоря Побеседовав С будущим заемщиком Выяснив То что он хочет А может быть Даже открыв ему Глаза на то Что сейчас Вот в эту сторону Двигаться не стоит Совсем Потому что Ну нет нам перспектив Поэтому предприниматели Могут и с этими вопросами К нам обращаться Начинающие Да или собственно Любые В данном случае Даже не начинающие Даже не начинающие Не понимают Что хотят Вообще Не так давно В Ростове Проходил российский форум Женщина Ты предприниматель И по оценкам Экспертов Почти половина Женщин региона Это бизнес Вумен Предприниматели Какое внимание Уделяется такой категории Предпринимателей И есть ли особые условия Для них Валерия Нет особых условий Нет Для нас все равны Мужчина и женщина Главное Чтобы у каждого Я же говорю Адекватно оценивал ситуацию Адекватно оценивал Свои силы Неважно Женщина это Или мужчина Есть примеры В моей практике Когда Женщины Очень эффективно Управляли Компанией И Под ее управлением Там был рост Есть Точно так же Мужчины Мы буквально С вами перед эфиром Договорили Что есть и те И те Которые говорят Те не умеют вести Те не умеют вести Такого нет у нас Что для женщин отдельно Для мужчин отдельно Женщина Нитро от жира Умеет умно На мой взгляд Женщина Рационально подходит Вообще В принципе К своей деятельности Она более ответственна Ну Есть и мужчины Я говорю Ну я не делю Но если вот Говорить прямо Про женщин И вот это Мнение о том Что женщины Транжиры Женщина Мать Она там Должна Природой Заложена Я не знаю Сохранить Потомство Сохранить И поэтому Она более ответственно Подходит В принципе К делу Которым Она занимается Игорь Все таки Все таки В большинстве В большинстве В этой связи Наши агентство Она может помочь Начинающему предпринимателю Не начинающему предпринимателю То есть мы проводим Росла клиентская база Все Все сейчас К этому стремятся Поэтому они помогают И не начинающим И начинающим Предпринимателям Рассказывают Есть различные Меры Господдержки Фонд Карантин Ростовской области Который помогает Предпринимателям У которых нет Собственного Обеспечения И об этом Клиенты могут узнать И в банке В том числе Ну и наверное У вас Да Просто обращайтесь В банк Ну и вас Проконсультируют Ну что ж Напоминаю Нашим слушателям Говорили мы сегодня О системе кредитования О гарантиях И поручительстве По обязательствам Малого и среднего бизнеса В Ростовской области И гости нашей студии Начальник управления Микрофинансовой деятельности Автономной некоммерческой Организации Ростовское региональное Агентство Поддержки предпринимательства Игорь Горбачко И начальник Начальник отдела Малого бизнеса Розничного банка ВТБ В Ростовской области Валерия Богданова Еще раз услышать Это интервью Вы можете сегодня Вечером с 6 до 7 Далее поговорим О подготовке К чемпионату мира Ну а во второй половине часа Поговорим о трендах В бизнес образовании Валерия Богданова